В этот день в кинотеатре «Искра» яблоку было негде упасть. Шутка ли? 136 победителей с родителями пришли сегодня сюда, чтобы получить заслуженные награды. Перед началом праздничного представления и чествования тех, кто получил гран-при, в фойе награждали тех, кто также получил призовые места. Аплодисменты победителям дипломов, позитивных призов. Ну что ж, друзья, проходите на свои места. Одной из тех, чьё творчество отметила строгая комиссия, стала София Куканова. Она вместе с бабушкой сделала целую новогоднюю композицию. С массой строений и персонажей, каждый из которых ещё и играет определённую роль. Это птички сидят на дереве. А это дом лисички. А это дом зайца. Здесь ёлка, где мышка показывает палочку, где написано «С Новым годом». В состав профессионального жюри входили представители средств массовой информации, школ, муниципалитета и центра детского творчества «Импульс». По признанию одного из членов комиссии, в работе были определённые сложности. Очень сложно было выбирать между такими сильными конкурентами. То есть детишки сами между собой конкурировали. Очень сложно было выбрать, но мы жюри постарались оценить по достоинству. Конкурс проводился в 23-й раз. В нём приняло участие рекордное количество учеников школ, кружков и творческих центров района. Всего 998 человек. Но главное в этом конкурсе не массовость, а непосредственность и трогательность маленьких творцов в подходе к работе. Здесь главная радость, детская радость, ощущение света, добра. То есть вот взрослый человек, он более прагматичный, более конструктивно смотрит. А здесь яркие цвета, придумаем много фантазии. Поэтому здесь, я бы сказал, энергия жизни и молодости. Даже профессионалы отмечали, что количество используемых техник и смеси разнообразных приёмов при работе над ёлочными украшениями не поддаётся подсчёту. Материалов также великое множество. Здесь как привычные ткани и пластик, так и довольно неожиданные творческие решения. Вот моя поделка, и я делаю её из газетных трубочек. А что это такое, для чего это нужно? Ну, чтобы складывать вещи всякие маленькие для поделок, для других. Награждение тех, кто получил высшие оценки жюри, проходило уже в Большом зале кинотеатра. Тех, кто получил гран-при, аж 40 человек. Но не будет преувеличением сказать, что победителями в этом конкурсе стали все. И оценить их работы смогут также родные и близкие. А там и новый конкурс, в котором можно попытать удачу. Эти работы забираются домой, забираются домой в день окончания конкурса. Потому что вслед за ним шествует такой конкурс, как Рождество Христово, который будет проходить 10 января. И у нас в центре вот столько, почти что столько же работ и по этому конкурсу. После награждения для маленьких художников было показано театрализованное представление. И оно добавило предпраздничного настроения. Максим Козлов, Владимир Андреянов, Сергей Ларин. Видное ТВ.